всем привет меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это обзор пока м3 телефон относительно недорогой в нем есть свои достоинства к примеру здесь прекрасные неожиданно хорошие стереодинамики очень хороший звук если для вас это конечно важно здесь батарейка 6000 миллиампер час но есть вещи которые мне не понравились это и внешний вид тактильные ощущения от телефона и процессор как ни странно обо всем в этом обзоре я подробно рассказываю приятного просмотра почему другие телефоны так много ну во первых я даже еще коробки не открывал это samsung a20s буду тестировать чуть позже обзор выйдет это опа рено соответственно 4 light ну и я взял еще раз у меня выходил уже обзор на мой взгляд это будет хит 2021 года 10t правда я взял с приставкой про я считаю что прошку брать вообще смысла нет достаточно взять вот именно без приставки про 10t замечательный телефон от компании сяоми я похожу с ним месяцок и опыта спальз и опыт использования потом сниму но сосредотачиваемся на пока м3 чем он хорош чем он плох первое что мне хочется сделать это снять пленку она ужасно защитная пленка гадость честно говоря скольжение очень плохое через нее поэтому если хотите конечно если у вас такой телефон можете оставить для своего спокойствия но скольжение просто становится получше если вы ее снимаете олеофобное покрытие здесь конечно же есть сам телефон весит почти 200 грамм 198 но это совершенно объяснимо и понятно хоть он и пластиковый у него полностью пластиковый корпус но здесь батарейка 6000 миллиампер час физика ну большую батарейку большой батарейки большой вес но я не скажу что телефон выглядит каким-то большим огромным и тяжелым потому что сейчас они большинство все по 200 грамм весит и даже больше у всех диагональ там шесть с половиной плюс минус и это не исключение просто большая тяжелая лопатка как и все в принципе корпус пластиковый и честно говоря я всегда подчеркиваю какие-то нюансы когда люди вот производители пытаются выделить как на свой телефон с одной стороны вот надпись пока она меня не раздражает и не мешает все люди разные я много комментариев читаю что многим не нравится если производитель крупно пишет название модели или марки своей мне это не мешает выглядит на мой взгляд хорошо блок камер черный чем-то люмии напоминает старые давно давно это было с другой стороны телефон полностью пластиковый это ему не в минус за свою цену но пластик вот выглядит они постарались сделать его под кожу вот такая текстура как будто кожаная крышка но в руке держишь это просто дешевая пластмасса ощущения вообще никакие вот его можно и нужно сравнить с теми же redmi и redmi как-то поинтереснее притом да не тоже пластиковые сейчас но здесь вот отдает какой-то дешевизны это все конечно субъективно я это понимаю кому-то возможно и понравится внешний вид нормальный ощущение в руке от телефона такие как будто совсем совсем дешевый аппарат другой стороны в комплекте есть силиконовый бампер положили в бампер и забыли тактильные ощущения вот этой вот дешевой пластмассы уже доставать вас не будут если вас они будут доставать у нас сверху есть разъем для наушников три с половиной миллиметра звук через них так себя здесь скорее всего вина в процессоре вот это наверное будет единственный раз когда мне не понравился qualcomm snapdragon реально в то что когда уже говоришь там qualcomm snapdragon уже большинство вопросов отпадает и gps отлично работает и качество связи и автономность и игрушки если вам важный телефон быстро работает но здесь не тот случай я не думаю что накосячила компания сяоми ну или пока как они сейчас слова сяоми уже не пишут отдельный суп бренд ну давайте по порядку а то я несколько отвлекся но я делюсь с вами впечатлениями и мне хочется рассказать все нюансы сам телефон пластиковый вы это уже поняли мне он не понравился по внешнему виду по тактильным ощущениям точнее а сам внешний вид по крайней верхней части очень даже неплох защита gorilla glass 3 поколения стекла поэтому пленку все-таки снимайте не жалейте а если хотите уж именно защиту купите себе какой-нибудь там хорошее 3d стекло сканер отпечатка на телефоне расположен сразу под кнопками громкости под большой палец правой руки сканер медленный разблокирует медленно опять же по моим ощущениям те же дешевые там redmi kent 8 redmi там 9 ноут и они работают несколько быстрее со сканером но что есть смартфон можно поставить одновременно две сим-карты и карту памяти слот здесь тройной и это хорошо а сам аппарат выпускается либо 64 памяти встроены и 4 гигабайта оперативной либо 128 встроены и также 4 гигабайта оперативной обратите внимание только версия 128 память чуть быстрее возможно аппарат будет работать быстрее потому что мой аппарат который я держу в руках а нет 128 ребята я думаю что 4 что то блин тогда 64 еще медленнее что лет конечно жесть откровенно говоря но я не буду его специально ругать рассказываю все как есть внешним видом разобрались с экраном это матрица IPS на мой лично взгляд немножко не хватает еще яркости я много телефонов очень тестирую постоянно и даже на максимальной автояркость отключить задрать чуть-чуть побольше бы но опять же проблемы я из этого делать не буду должно читаться все нормально и сам экран неплох full hd плюс разрешение неплох своей ценовой категории естественно в эти деньги нормальный проходим дальше камеры а вот тут с одной стороны можно даже наверное не то чтобы похвалить а удивиться объясню те кто меня смотрят мои обзоры я всегда как бы никогда не читаю все эти пресс-релизы не захожу на сайты производителей я всегда беру аппарат вот камеры фотографирую и смотрю и рассказываю свои впечатления и в подавляющем большинстве случаев вот эти все вот 128 мегапикс или 48 64 они не снимают лучше чем если ты снимаешь просто обычно при этом вторая камера на 16 мегапикселей на 12 но здесь кстати используется одна камера и потому что вторая это для эффекта боке ну так вот не буду в эти дебри влезать на самом деле это тот редкий случай когда вручную ставишь 48 мегапикселей снимаешь на бабушкин формат но бабушкин я его называю потому что формат только 4 на 3 как блин ребят как старые кинескопные телевизоры я понимаю что кто-то этот формат любит особенно для инстаграма но мне в голове не укладывается когда у тебя широкоформатный телефон когда телевизоры все широкоформатные мониторы все широкоформатные никто не пользуется форматом 4 на 3 и я понимаю что матрица она сама на матрицу свет попадает через объектив объектив круглый но все равно это неудобный формат и приходится просто обрезать то что полосы остается но здесь вот вручную когда поставишь 48 мегапикселей качество фотографии лучше это опять же объяснимо потому что здесь одна камера здесь нет дополнительных камер здесь по 2 мегапикселей еще 2 камеры но толку от них опять же короче снимайте на 48 мегапикселей качество картинки будет лучше если нужно будет подрезать обрежьте прямо на телефоне фотографии либо размещайте так а вот с видео конечно трешак само качество видео ну не знаю опять же в эту цену можно было и получше сделать скорее всего здесь опять же вина процессора которая тоже сейчас и поругаю к тому же есть за что но основная проблема даже не в качестве видео которое в эту цену можно еще наверно простить а можно не простить решать решать вам основная проблема что стабилизация нифига не работает при том я не бегал с этим телефоном я просто шел и снимал как обычно и стаб работает отвратительно поэтому видео здесь не очень единственное может спасти стабилизатор отдельный но извините он стоит в принципе хороший будет стоить процент 70 этого телефона я думаю разобрались с камерами проехали переходим дальше процессору qualcomm snapdragon 662 знаете я уже говорил что когда qualcomm в телефоне то уже думаешь все классно повторяться не буду но блин я бы наверное предпочел какой-нибудь медиатек тот же какой-нибудь там helio g90 к примеру почему во первых телефон не быстрый и я не думаю что это проблема конкретно инженеров разработчиков от компании пока сяоми не думаю что это так телефон новый но вряд ли что-то исправится телефон не быстрый нажимаешь ждешь и такое чувство вот у меня у ребенка у сына 8 лет он пользуется redmi 8 а отличный телефон для ребенка за свои деньги он простой он дешевый просто он до этого уже два разбил поэтому более дорогие я пока не вижу смысла им покупать и такое чувство что вот тот телефон который когда стоил там тысяч семь рублей то он работает ну может быть чуть-чуть только медленнее чем этот то есть скорость работы мне здесь не нравится даже учитывая что телефон не стоит какие-то космических денег с другой стороны он не такой и дешевый игры если для вас важны pubg mobile баланс все выше просто не поставить опять же баланс и играй на балансе также хорошего мало с другой стороны хотя бы лагов нет пусть на маленьких настройках но поиграть можно будет какие-то игрушечки гоночки если вам интересно тоже запустится но чудес не будет процессор этот 2 гигагерца так точно там максимальная ядер и по 11 нанометровых техпроцессов создан что конечно не очень хорошо и сюда бы какой-нибудь поставить но опять чё рассуждать вот есть и есть поэтому либо с принять это вас это если не раздражает скорость если этот телефон у вас один вы ничего не заметите но если вы возьмете какой-нибудь там redmi 8 тоже он просто быстрее будет работать игра на нем пойдут лучше и так далее поэтому я вот так подробно об этом и рассказываю потому что у меня есть возможность огромное количество телефонов в руках держать я не сравниваю его с более дорогими телефонами просто даже своей ценовой категории есть телефоны все практически они будут работать быстрее поинтереснее пошустрее батареи кого тут наверное телефон и не наверное по делу похвалить стоит потому что 6000 миллиампер час это хорошо это здорово и быстро условно быстрая зарядка на 18 ватт это хорошо что он ее поддерживает по моим ощущениям телефон разряжается очень медленно вот играешь музыку слушаешь кстати через три с половиной миллиметра который здесь есть звук так себе а стереодинамики прекрасны и телефон практически не расходует энергию я бы сказал что вот тут тот случай когда к вечеру телефон можно и не заряжать если вы его сильно не гоняете да процессор конечно так тоже поджирает энергию но в целом вот дня полтора-два у меня ощущение сложилось что он вполне протянет опять же все люди разные все люди разные к тому же здесь IPS экран и ну все равно автономность мне понравилась полтора-два дня растянуть вполне реально что у нас остается напоследок то знаете принципе я все рассказал процессор камера внешний вид экран автономность все рассказал подводим тогда итоги единственное чего в телефоне нет возможно вам это очень важно это модуль nfc вот здесь его нет все остальное там пятая версия bluetooth на там 4g 5g в этом телефоне нет еще и 5g нигде нет когда обзор снимается в январе 2020 года в целом телефон за свои деньги наверное да стоит посмотреть если вас если вы не будете требовать него высокой скорости работы если вы не берете этот телефон с целью на нем поиграть какие-то тяжелые игры с огромным миром открытым то готовьтесь играть на минимальных настройках если вы не требуете от телефона какого-то хорошего качества фото и особенно видео то в остальном здесь хороший стереозвук действительно хорошие на удивление для своей цены очень хорошо отрабатывать динамики приятный классный звук здесь большая батарейка и это современный телефон в котором можно и две сим-карты карту памяти поставить если для вас это будет важно наверное на этом обзор я заканчиваю как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид оригиналы фотографий как всегда нажимайте ссылку под видео счастливо друзья